Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Только что вот последний раз мы разговаривали о том, вот все о пикировке томатов. Я сразу сказала, что я хочу именно о процедуре пикировки томатов поговорить более подробно, потому что от этого зависит здоровье нашей рассады. Чтобы получить крепкую и здоровую рассаду, нужно знать очень много. Но прослушав один раз, конечно, все эти мои разговоры относятся больше к новичкам. Послушав один раз, вы поймете, возможно, какую ошибку вы делали или что нужно учесть при выращивании, вот в будущем сезоне, при выращивании рассады томата, перца, баклажана, это все равно. Вот в последний раз я говорила, когда нужно в срочном порядке, прям срочно-срочно начинать пикировку. Это предыдущая тема, ранняя пикировка рассады. Сейчас я расскажу сначала, что вообще такое пикировка и зачем мы вообще пикируем растения, потому что кто-то пикирует, кто-то нет, а потом ошибки, которые мы совершаем в процессе вот этого пересаживания, в процессе пикировки. Сейчас я поставлю на штатив камеру и все расскажу вам. Но сама по себе пикировка это очень важная процедура при выращивании рассады. Делать ее или нет, заниматься пикированием, пикировкой или нет, решает каждый для себя сам. Но я сейчас хочу рассказать для тех, кто собирается делать пикировку, кто будет или уже есть сторонник пикировки. Вот я сторонник пикировки, я расскажу какое преимущество она дает. Но хочу сейчас сказать для новичков различия. Пикировка вообще считается, это пересадка молодых вот таких вот посевов-сеянцев из посевного лотка, куда мы семечки сеем, в другие тары, в более просторную. Или будут ли это вот такие вот отдельные стаканчики, или это будет другой лоток просто с большим расстоянием. И тут вы должны знать, что пересаживаем растения, особенно томат, мы за время вот периода рассадного несколько раз, но пикировкой считается только та пересадка, которую мы делаем с повреждением земляного кома. То есть вот мы сейчас берем, вынимаем, мы повреждаем земляной ком, мы повреждаем корневую систему, и только вот это считается пикировкой. Еще зачастую с прищипкой основного стержневого вот этого корешка, а все остальное уже будет перевалка. Мы сейчас, если я рассажу в 200-граммовые стаканчики, это будет пикировка. Эту же рассаду, если я потом из стаканчиков 200-граммовых буду пересаживать вот в такие большие стаканчики, это уже будет перевалка. Я буду уже, значит, пересаживать без повреждения земляного кома и без повреждения корневой системы. Это уже не пикировка. Пикировка это только тогда, когда вот этот молодняк, самый-самый молодой, мы пересаживаем первый раз И смотрите, кто-то прям вот ярый противник пикировки Некоторые говорят, мы также семечко высаживаем в стакан и потом подсыпаем Оно вырастает, мы подсыпаем, оно также дополнительную корневую систему наращивает Да, можно выращивать и так Но это как, на вкус и цвет товарищей нет и все всегда люди обязательно разделяются на две или несколько частей Каждый отстаивает свой способ выращивания Я вот сейчас скажу, что я всегда выращиваю с пикировкой и томаты, и перцы, и баклажаны И самое главное преимущество, которое я нахожу в пикировке, это выбраковка слабых и недоразвитых растений Когда мы даже вот так вот методом посева, как вот птиц кормим, высеваем, даже так можно томаты посеять для экономии времени А потом, когда будет один или два настоящих листа, мы их распикируем, можно слабенькие выбросить, а сильные взять И когда я высаживаю даже поштучно, вот так, все равно вы видите, ну знаете, наверное, что в ряду в одном никогда нет одинаковых Очень редко, обычно какой-то посильнее, какой-то послабее И вот при пикировке мы вот эти слабые, слабое звено мы не забираем, мы их оставляем Ну, короче, берем только самых сильных И вот в результате этой отбраковки получается самая здоровая, самая крепкая рассада Потому что вот такие толстые сеянцы получаются из самых здоровых семян Ну и также пикировка у нас дает нам временное замедление, вот развитие вот этой рассады То есть, если мы сейчас возьмем вот этот вот сеянец, вот так заглубим его в стаканчик И как я уже говорила в предыдущих видео, пока он будет наращивать вот эту корневую систему Листья развивать он не будет, он отодвинет их на второй план Весной это как палочка-выручалочка, когда мы пикируем рассаду томатов Она взрослеть-взрослеет, а вытягивается, не вытягивается То есть мы немножко приостанавливаем развитие зеленой массы Вот в данном случае томатов, обычно все с томатами мы это проделываем И потом, вот тут только что я говорила про корешки Да, после пикировки развиваются дополнительные корни Ну, дополнительные корни И вот эта вот мощнее корневая система получается Чем та, которая просто бы они стояли Ну, в справедливости ради я скажу, что когда подсыпка идет То тоже идет развитие корневой системы И еще Вот я всегда последним пунктом указываю вот эту экономию места Экономия места для многих это первоочередной фактор Вот когда мы при выращивании рассады через пикировку А не сразу вот в такие стаканы На начальном этапе вот это место под лампой, место под солнцем Мы можем сильно сэкономить То есть мы сначала сеем в лоток Потом я еще раз пикирую в лоток с большим расстоянием И пока они находятся в лотке, они занимают очень мало места Потом, когда я их рассаживаю по стаканам Вот так видите, вот в индивидуальную тару Это занимает очень много места Но в это время мы уже можем половину в теплицу выбросить И вот эти вот пункты Еще раз повторю И выбраковка слабых растений И вот развитие мощной корневой системы И вот временное торможение И экономия места Все это заставляет меня прибегать к пикировке И я уже так привыкла выращивать вот рассаду томатов Например, у меня основной, у меня ее много С пикировкой, что я даже не знаю Как можно вырастить рассаду без пикировки Но еще раз повторю Многие выращивают сразу сеять стаканчик И тоже прекрасно у них получается Но это, конечно, наверное, при маленьких объемах Не знаю, может быть и больший объем Вот смотрите Но начинающие огородники обычно пикировку Почему-то боятся делать Они боятся совершить ошибки И они стараются Как бы, как сказать Ну их это пугает Как-то настораживает Им кажется, что вот Во время пересадки растений Что-то они сделают не так И вот сейчас темой Следующего видео Я прям специально Отдельное подробное видео Сейчас сниму Ошибки при пикировке И назову самые главные ошибки Которые совершаются И во время пикировки И после пикировки Вы не поверите Может быть даже некоторые из вас удивятся Кто не очень опытный огородник Но основные-то ошибки Сама процедура пикировки очень простая Основные-то ошибки Люди совершают после того Как пересадили уже Уже все Правильно пересадили Все Но вот этот период адаптации Они не знают Какие условия им создать И у них потом Портится рассада Иногда погибает Вот об этих ошибках Я хочу сказать в первую очередь Я сейчас назову по пунктам В этом видео А в следующем видео Каждый пункт Отдельно расскажу Что Вот Самые главные ошибки После пикировки Это Ну скажу очень просто Не нужно обильно поливать Рассаду после пикировки Не нужно держать Рассаду После того Как вы рассадили В жарком помещении Это ей тоже не нравится Потом Не нужно выставлять Вот эти распикированные Сеянцы На прямые Солнечные Лучшие Хотя бы первое время Не нужно подкармливать Пытаться рассаду Потому что первую неделю После пикировки Рассада Затормаживается В росте И она будет стоять В одной паре И некоторые особо Заботливые огородники Пытаются ее подкормить И вот этими Подкормками Они делают еще Хуже Короче Потом Не нужно пикировать Слишком рано Если вы не умеете Работать Вот с молодыми Сеянцами В фазе Двух семидолей Когда они совсем Еще крошечные Потом Не нужно пикировать Слишком поздно Если вы тоже Неопытный огородник И мало еще Ну еще ни разу Не пикировали То лучше в стандартные В такие В заявленные сроки Один Два настоящих листа Потому что Большие растения Чем больше растения Тем больше рвется У них корневая система Когда вы их начнете Пикировать из общего горшка И тем дольше У них период адаптации Потом Нужно Не нужно пикировать В неподходящую тару То есть Это как раз то О чем я говорила Маленькому сеянцу Маленький стаканчик Потом Лучше еще раз Перевалить И не нужно пикировать В некачественный грунт Который Ну Взять неизвестно откуда И Какого-то вторичного Использования Конечно Лучше пикировать В свежий Обеззараженный Грунт Если вот это Вот все эти пункты Вы сделаете правильно То вот эта процедура пикировки Она покажется вам Очень-очень-очень простой И у вас тогда Они хорошо приживутся И они начнут у вас Раньше плодоносить Сначала они дадут вам Здоровую крепкую рассаду А потом дадут здоровый урожай Все Сейчас я вот Выключу камеру И следующий Видеоролик Будет посвящен Только ошибкам При пикировке И после пикировки Но теперь вы знаете Даже тот, кто ни разу Не пересаживал томаты Теперь вы знаете Что пикировка Это именно Пересаживание Рассаживание Вот этих маленьких-маленьких Сеянцев С первого С первого С первой Тары Вот После посевочного Короче Лоточка По отдельным Стаканчикам И пикировка Это именно С повреждением Земляного кома С повреждением Корешков Вот это пикировка Все остальное Уже у нас дальше Будет перевалка Все До свидания